Строители трудятся в доме уже почти месяц. До сих пор они готовятся к реконструкции последнего пятого этажа. По плану его должны сломать и возвести снова. На данный момент рабочие разобрали половину кровли и внутри укрепили потолочные плиты. Дело в том, что их убирать не будут. Вот приблизительный макет этапов строительства. Кровлю и кирпичную кладку меняют. Перекрытие оставят, чтобы во время реконструкции стен оно защищало нижние этажи от снега и дождя. Ведь самый главный этап работ придется на непогоду. Сегодня на объект с инспекцией приехали омские власти. И специалист Минстроя пояснил, что с реконструкцией тянули из-за ожидания 7 миллионов из областной казны и бумажной волокиты. В начале сентября были выделены финансовые средства. То есть их уже перечислили в департамент городского хозяйства в сентябре, в начале сентября. После этого эти средства должны были направить управляющей компанией. Для этого нужно заключить соответствующее соглашение. Управляющая компания заключает соответствующий договор. То есть получается, что бумажная работа еще затянула на месяц начала выполнения работы. Стена жилого дома обрушилась 11 мая этого года. Как утверждают жильцы, случилось это из-за халатности управляющей компании. Организация не реагировала на жалобы людей по поводу худой крыши. Тем временем дожди постепенно размывали раствор кирпичной кладки. И в результате случился обвал стены. По счастливому случаю, никто из жильцов дома тогда не пострадал. Сегодня рабочие начали разрушать штукатурку. Работа почти ювелирная. Откалывают малыми кусками. Затем, как рассказал подрядчик, будет осторожно разбирать стены. Довольно опасный вид работы. И чтобы не было человеческих жертв, мы сейчас дополнительно усиливаем эти все конструкции. Демонтаж будем проводить очень аккуратно, чтобы не побить окна. Потому что снять нам более 130 кубов кирпичной кладки, это довольно сложно. Потому что очень стесненные условия. Люди здесь живут. Все это будет посниматься вручную. Подача материала вся идет вручную. Кроме того, строители заменят в доме систему отопления. Сделают внутреннюю отделку квартир. Поставят пластиковые окна. И сегодня возглавляющий рейд начальник Омской госжилинспекции Сергей Плисов выдвинул требование закончить работы в доме в этом году. К Новому году этот дом должен быть запущен. Даже раньше. Чтобы жители встретили нормальную достойность Нового года. Мы к этому стремимся всеми силами. Мы прекрасно понимаем свою ответственность. Я на сегодняшний день не вижу, что вы стремитесь всеми силами. Вы видите только, что здесь работает 15 человек. А я говорю, это недостаточно. Подрядчик счел претензии необъективными, поскольку строители следуют правилам безопасности, проекту и плану работ. Нагнать сейчас сюда 30 человек, чтобы они и о готовности нету для демонтажа, смысла нет никакого. Мы с понедельника будем заводить людей на демонтаж. Зайдет порядка 10 человек. Проверять, как идет строительство. Жилищная инспекция, специалисты Минстроя и администрации Омска договорились каждую неделю. Наблюдает за ходом работ и Вера Забродина. Из жильцов пятого этажа она была единственная во время рейда. Все собственники временно разъехались. Кто-то к родственникам и знакомым, а кто-то, как Вера Геннадьевна, в муниципальную квартиру. Делается все очень быстро. У меня претензий никаких не к строителям. Никаких. Пока идет демонтаж верхней части дома, жители нижних этажей не лишены коммунальных услуг. Дом сейчас отапливается. Собственники, которые проживают на нижних этажах, у них соблюдается импературный режим. Проведены все мероприятия, закольцовано отопление. Все соблюдается, естественно, здесь, на пятом этаже. Отопления нет, ввиду необходимости производства работы. Соответствующую работу по перерасчету квитанции управляющей компанией будет проводить. Сейчас в доме новая управляющая компания. Напомним, что предыдущая ЖКХ-сервис, которая довела многоэтажку до разрушения, бросила дом. Накажут ли организацию, ответил Сергей Плисов. ЖКХ-сервис, которая самовольно отказалась в одностороннем порядке от данного многоквартирного дома. Государственной жилищной инспекцией подан иск о неправомерности от отказа в одностороннем порядке от управления данным многоквартирным домом. Я посмотрю, что в этом отношении выскажутся судебные органы. Завершение ремонта ждут не только жильцы. Но оказывается и голубя. Живущие на крыше, сейчас они скромно ютятся в подъезде. Алла Аксенова, Сергей Гаврилов, Антенна 7.